Каждому поколению 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 Обижаете, и он проезжал. Представляете? Вкусная шоколадка с фангей? Очень. Саша, закручаем свет, не хотелось, и забираем его средний кусочек. Кому? А кто правда съел? Первый день мы в Даводе около 16,5 часов просто провели. Просто пока везде все доехали. В целом настроение у всех было нормальное, боевое. Я бы сказал, что мы все были готовы ко всему в целом. Хоть мы и не знали, что нас ждет по большей степени. Мы ехали по дороге очень быстро сначала, хорошо. Было много военной техники, властной. Мы пересекли границу, и на каждом посту мы давали бумагу о том, что мы артисты. И нам говорили, вас уже ждут. Вас уже ждут. И ты это слышишь просто мурашки. Я даже сейчас говорю, у меня мурашки бегут. И мы едем, едем, и тут нам говорит наша сопровождающая. Нам сказали, что там дорога будет чуть-чуть похуже, но в целом тоже хорошая. И мы въехали в эту хорошую дорогу. Мы там ехали километров 20 в частное. Там вообще ужас такой. Он такой говорит, да это у нас юмор такой военный. Типа хорошая дорога, а на самом деле там как кратеры на Луне. Там просто летали по этому ФИАТу. Как ты так не делаешь? Вот. Как ты вот ехала? Ой, я вообще, я вот в синяках. Это, ну, как бы, я горжусь синяком. Главное, живо-здорово. Мы и они, ну, синяк пройдет, копчик пройдет. Все нормально в этом плане. Мы едем, и нам сбоку машут танк, и нам машут. Я говорю, нам машут! Мне говорят, да нет, просто направление показывает. Оказалось, нам машут. Мы выходим, они вай, привет. Все, вот танк. Девчонки, идемте в танк. Мы вас, мы фоткались в этом танке. Это же люди, простые люди. Это вот наши ребята, которые здесь жили, да? И они сейчас там. У нас удивительная поездка, неожиданная для нас, совершенно просто. Потому что первый раз мы попали в штурмовой отряд «Шторм», которые нас очень не ждали, которые просто невероятным образом нас встретили. Это просто не укладывается в голове, что это была за встреча. Туда приехали, там уже, как бы, уже такая атмосфера. Это их, так скажем, маленького городка, я считаю. Потому что там землянки, там у них и бани, там все. Вот они там живут, обитают в деревьях, как купол в театре. Они хотели посмотреть, послушать, пообщаться. Я бы даже сказал, такая семейная, добрая такая семейная обстановка была. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что, так скажем, декорации. Мы приезжаем, все, разгружаемся. И нам говорят, ваша землянка, вы там переодеваетесь, все. Ну, хорошо, заходим только девочки. Мальчика не пускают. Не все заходят, все, вот ваши вещи. Мы вас закрываем и ставят нам охрану. То есть человек с оружием, в каске, в бронжилете нас охраняют. Пока мы переодеваемся. И отдаю должное девчонкам, что все-таки мы столько ехали в пыли дороги. Спрашиваю, будем все-таки переодеваться, будем одевать вечернее платье? Мы же все накрашенные, с прическами, как могли там, да? И сказали, конечно. Это и есть праздник-наряд. Это парадная одежда, парадный макияж. Хотя, ну, там пыль такая, что глаза каждый раз и от слез, и от пыли текут. И как бы ты быстро подправил все, ты опять, щечки румяные, губки алые. Все, как бы ты в порядке. Сейчас мы, к нам прибыли гости из Оренбурга. Проведу для вас концерт. Тут есть у нас еще ряд деталей. Первый концерт, наверное, он был немного жестче, потому что, во-первых, они все встали перед нами. В каждом из них я видела своего сына, потому что я его также провожала с бронежилетом в этой же форме полевой, понимаете? Я на всех смотрела, как мать. Очень хорошо воспринимали. Хорошо песни патриотические про жизнь, стремление к жизни, про радость жизни. Вся программа была составлена так, как надо. То есть все песни у нас были о любви. О любви к родине, о любви к матери, о любви к девушке, к женщине. Даже военные песни у нас были все очень веселые. Мы не равны, мы не слабые поля. Мы доброй церковью, но счастье на нас. А слабый на свете, ведь сердце на нас. Когда выходила Катя со своей вот этой вот улыбкой обезоруживающей и пела после стихов моих о любви, а он мне нравится, мы даже кожу этих ребят чувствовали, что это каждая песня. А, Даша, там, казаки, она давала совсем другую энергетику. Мы начали петь письма «Казаки», и один из солдат снял кепку и одел попаху. Да, он, ну, казак. И он начал танцевать, он счастливый был, там счастье было в глазах, там радости было. И у меня улыбка до ушей, слезы на глазах, и сразу начинает дрожать голос, потому что ты не понимаешь, ты хочешь плакать, улыбаться, смеяться, с ним танцевать. Вот какое-то такое вот непередаваемое чувство. Ну, мы все друг друга поддерживали, вот я Сашку Попова поддерживал, когда мы пели песню «Березы» или «А река течет», это для нас новая композиция, я тоже ни разу не пел. И я старался ему помочь где-то второй голос подсоединить, либо третий голос, и также ребятам тоже. Такой атмосферы, в таких обстоятельствах никогда не были, и не знаешь, как себя вести, что делать-то, что надо делать-то. Волнение и отчасти какая-то гордость, что ли. Не за себя, а за ребят. По себе скажу, что, естественно, мировоззрение-то меняется, и когда смотришь в эти глаза и присутствуешь в настоящем, происходящем окружении всего этого, конечно, меняется. Мне тронуло то, что вот Ваня Спицын исполнял свою авторскую композицию, и ребята очень хорошо принимали это. И там у него песни, там слова такие, сакральный смысл такой интересный. Когда я служил сам, товарищ майор мне сказал, не напишешь песню про нашу бригаду, я тебя домой не опущу. Ну, как бы пошутил, а я поверил, взял, написал. Это было в 10-м году, еще в Воронеже, ну, перед Демберем. Но она как-то вот у меня осталась и есть. Но я же не знал, что вот такие начнутся времена. И слова, ну, как бы вот совпало. Ну, и я говорил, что вот, ребят, я там песню написал свою. Называется она «Разведка России». И было здорово, что там ребята стояли с флагами, они просто приветствовали этим самым, Ваня, что было очень круто, прям молодцы. Это же поддержка. Это как, ну, то есть это поднятие там того же бывого духа. Они и так заряжены. Вот мы смотрели на них, они все, все парни очень заряжены, все готовы. Все, они здесь не просто так. Они выполняют свою работу. И здесь ты приехал, еще пели песни, там, «Родина моя зовет». Ну, вот такие патриотические, ты смотришь в глаза, смотришь в глаза на ребят, которые исполняют эту песню. И там так все, ну, прям гордость аж берет. Каждая песня, наверное, тоже оставляла свои ощущения. Но мне было самое тяжелое было для меня, когда я читала стихи о матери. Потому что, потому что их было, правда, там тяжело читать. Их учить было тяжело. И мы, ну, чтобы понять, какие были ощущения, мы все со своей памятью вроде бы на театрали. А там были даже такие случаи, что мы забывали слова, особенно я. Поэтому я уже держала планшет. Что может быть сердцем лень, если бы нас вдруг спросили, А чем дорога вам страна? Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная, одна. Отчего так красивые березы шумят? Отчего белоскопы все понимают? У дороги, здесь, в лесу, в лесу стоят. Исток листок так печально кидает. Я пройдусь по дороге, про с ногу я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю? Отчего, как печальные листья лезят. Под рубахою душу ласкает. Плюс еще девушки с нами ехали. Для мужчин это вообще, они посмотрели, они там в красивых платьях все улыбаются. И у них как немножко кто-то о доме вспомнил. Может, о своих сестрах, женах, матерях. Здесь земляки к нам подходили, обнимались, желали им всего, откуда говорили, что вернемся говорили. Вот до этого говорили про что там, страха, про опасность. С нами были наши русские солдаты. Нам было не страшно. Много творческих людей. Подходили парни, которые песни пишут, включали, просили как-то, чтобы помочь им, чтобы эти песни услышали люди. Когда читать стали ребята в блиндаже свои стихи, какие бы поэты замечательные, профессиональные, не писали стихи о войне и о Донбассе, и обо всем, пусть ребята пишут не совсем складно, но они пишут такие стихи, которые не напишет никто, не пережив это все. Не хочу ни в коем разе обижать наших поэтов. Они обещали, что они нам пришлют эти стихи, и мы обязательно сделаем следующий «За жизнь два», но посвященный уже всем ребятам, которые там. Я обещаю, мы это обязательно сделаем. Люди воюют, как бы это, военные, да, они уже год, кто-то больше, а кто-то вообще очень много лет, в принципе, на войне. А они такие классные, они такие простые, искренние, искренние, что важно. У них каждый день – это жизнь. Вот сегодня может закончиться. Они это прекрасно понимают. А что вот еще хотелось для них сделать в этот момент? Вы, знаете, хорошего образа задали. Да хотелось, блин, душу не изданку вывернуть. Все хотелось отдать. Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама. Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама. За тебя встану, Россия-мама. Все, мы выступили после выступления. Они приносят нам цветов. Они нарвали сирени, нарвали тюльпанов. Они потом сказали, что они куда-то садились в УАЗе, куда-то ехали за этими цветами. В пластиковые бутылки принесли. Это было очень трогательно. Это были самые дорогие цветы, мне кажется, в моей жизни, которые нам подарили. А перед нашим первым вступлением ребят награждали ординами. И там так или иначе какие-то истории проскальзывали. Где, что, за что. Было такое чувство гордости, что вот... Ребята молодые все, Господи. Практически все молодые. Младше меня даже. Герои наши. Все там герои. Я еще раз повторюсь, герои, герои, герои. Ребята получили медали. Награждали солдата. Он медик их. Небольшого роста такой мужичок. Коренастый такой, крепкий, видно. Бородатый, глаза голубые. Очень скромный, добрый. Вот так вот на улице человека встретишь. Поэт. Какой-то художник, я не знаю. Вот так вот. То есть очень такой вот прям вот... А как выяснилось, он правда поэт. Он пишет стихи. Он нам читал свои стихи. Очень красивые, очень хорошие стихи. И ребята вот рассказывали, что он у них как ангел-хранитель. Вот я посмотрел его глаза. Они наполнены такой вот глубочайшей, неимоверной мудростью. Естественно, там еще были переживания какие-то за солдат. То есть он все это видел. Смерть. Он кого-то вытаскивал с того света. Они все о нем говорили только хорошее. То, что он многих вытащил. Многим помог. И мы видели, как бойцы благодарят его. И вот просто мы все сидим, общаемся, да. И в какой-то момент, когда они встают говорить ему спасибо, как будто выключается все, как будто нас здесь нет. И вот они... Ты знаешь, я видел там твой бронежилет сзади, сколько там, что он весь изеркошечен. Спасибо тебе за братьев, за бойцов. Не жалея себя. Не жалея себя все. Это прям самое сердце. Это останется на всю жизнь, мне кажется. У меня восхищение и гордость за ребят, за наших, которые по-настоящему настроены идти до конца. За свою страну, за Россию. Чувство сплоченности, чувство единения. Военные ребята, они все как один держатся очень хорошо, достойно. Знаете, что для меня просто восхитительно? Я видела героев России. Я знакома с героями России. Я общалась с ними. Это другой мир, это другие люди. Каждый из них, который там, знает, на что он пошел. А главное, знает, за что он там и за что он воюет. Низкий поклон вам всем, ребята. Это безграничное уважение, безграничная любовь. А мы обязательно сделаем все возможное, чтобы хоть как-то скрасить их военные будни. И потом мы заходим обратно переодеваться. Они накрывают на стол все и говорят, не, 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 только не переодевайтесь, останьтесь, пожалуйста, в платьях. Посидите с нами еще немножко. Ну, им не хватает, естественно, женского просто облика рядом. И когда приезжают, до них уже очень мало доезжает практически никто. Таких сумасшедших нет, как мы. А мы вот немножко безбашенные, как они сказали. Вот реально, вот мы когда у них землянки сидели, они нам приготовили, сварили пельмени. Как-то вот, может быть, глупо звучит, но получилось так, как будто на пикнике каком-то, я не знаю, на природе. Достали просто компот, который им там привезли. Все, мне кажется, что у них было, то, что им привозили, они выложили на стол ради гостей. На позитиве, они шутят, они прикалываются. У них там все аккуратно, все сделано, все оборудовано. Все, они готовы, готовы идти до конца. Как в наших советских фильмах про войну. Потом мне подарили арбалет. Я не знаю, я просто... Мы уже уходить. Нет, ну как? В смысле? Ладно, я как будто его забыла. Ну как? Уходим, меня догоняют. Катя, вы что, меня обмануть решили? Это вам. Мама. У первых ребят, у них даже гимн своего есть отряда. Они нам скинули этот гимн. Мы просто, ну, классно. Они там вот живут пока так вот. И рады, что вообще живы. Это вроде друг друга не знаем, а как-то было приятно, душевно поговорить как будто со старыми друзьями. Настолько у них братство свое, настоящее. Вот я только там поняла и хлеба горбушку, и ту пополам. И мы уже после них, правда, уже ничего не боялись. Когда уже поехали на следующую точку, она уже была еще ближе к линии фронта, чем во вторую штурмовую бригаду, смотрю, там стоит КАМАЗ под сцену. Сцена, лестница. Мы сразу такие, нет, мы на нее не пойдем. Тем более в платье. С Лангеймом, как это не пойдем? Они же готовили все. Я вот прям против была, так, ну, своими ногами. Они нам сделали лестницу вертикальную, с ручками, чтобы девчонки поднимались и держались, понимаете? Украсили ее каской, бронежилетом. Там такой вид, ну, то есть мужики, да, военные сражаются, воюют. Но они настолько постарались сделать это для нас. Они готовились, два часа, два с половиной, по-моему, даже ждали нас. В реально опасных условиях, потому что пока они нас ждали, там, за горой нескольких километров, как они называют, линия огня, и прилетали дроны на проверку, что там происходит. Они быстро прятались. Если бы, они, как говорят, если бы еще пять минут вас не было, мы бы все уехали. Мы приехали, поняли, что ребята уже два часа нас ждут. Я не знаю, за сколько, но мы очень быстро все собрались, быстро переоделись, быстро мальчишки расставили технику. Концерт концертом, но это опасно. Мы поняли тут, где мы находимся, что там за этой горой происходит, что за птичка там летает. Вот, на второй площадке уже были люди постарше. Вот, и вот им прям все песни, они все знали песни, там даже Магомаева, то есть все, ну, все очень хорошо звучали. И они готовы были сделать все. Вот все, что нужно, и они сделали. И в безопасности нашей мы не сомневались. На Бога надеялись, конечно же, да. Вот, знаете, весь концерт с молитвой был. Либо поешь, либо молишься. Правда. Из-за них, из-за все, вот. Было чувство, что все будет хорошо. Там столько было любви. Каждый концерт, это столько любви. Я, естественно, понимал, что может быть беспилотник, самолет, еще что-то. То есть я все время смотрел наверх иногда. Но я это делал так, как будто бы я в образе. А на самом деле я смотрел, а в голове было так. Вот, например, если сейчас что-то полетит, надо сначала прикрыть наших девчонок как-то. На машине стояли, когда пели, думаю, сейчас их опрокинуть надо потом взять, увезти, потому что сил-то много. Были песни там «Мама», еще какие-то «Русский парень», «Я служу России», где смотришь на ребят, кто плакал, кто снимал, отправлял. Там, наверное, может быть, маме тоже самое, да, песню «Мама». И когда Саша пел песню, мы просто не могли сдержать слез. Мы отворачивались, вытирали слезы, поворачивались, улыбались, отворачивались. Ну, это потому что до такой степени трепетно. Они там, ну, не видели давно, правда. Кто-то год, вот, ребята рассказывают. Год вообще, то есть они оттуда не уезжали. Моя милая мама Свет твоих глаз всюду рядом со мной Приду по жизни, продяга Ты от беды меня, любимая, укрой Ты от беды меня, любимая, укрой Что удивительно, мы ни с кем с ребятами не общались так, чтобы прям как-то словами переговариваться. У нас все в глазах было. Вот посмотрел там на Сашу, надо это, не знаю, молча, молча, взаимодействуя друг с другом, быстро сделали, быстро поставили, отработали. Кириллу, Кириллу вообще отдельное спасибо. Он успевал и фоткать, и звук настраивать. Человек-паук просто. Вот здесь у меня планшет лежал, а здесь и зеркальный фотоаппарат. И вот так вот как-то снимали. Там иногда носом что-то двигал, что-то нажимал. И они подходили к нам и говорили, что мы сделали огромное для них дело. То, что мы доставили им неимоверное удовольствие. И вот этот вот глоток свежего воздуха с Родины, за которую они сражаются, это было очень важно для них. На реке течет, в округ катают камушки, да там и черт, на бабушках лавушек будут они. Русскими и русными не будут они. С костями перечень пустыми. Когда мы по завершению концерта уезжали, там они долго фотографировались еще все с артистами. И говорили, ну, с ребятами просто. Фотографируемся все у знамени уже нашей Оренбургской области. И подходит тоже парень и говорит, вы знаете, мне вот, ну, нечего. Я бы вот, я не знаю, что я вам сейчас отдал, да. И срывает свой шеврон и отдает его нам. Там с надписью «Спасибо вам от русского солдата». Тоже до мурашек, просто до безумия. Вот почерк этот, это вот реально как в музей. Как Слава Евгеньевна сказала, у нас свой будет музей скоро. Истинное ощущение правды. Что это происходит на самом деле. Это не какое-то там кино. У нас было очень мало времени пообщаться, потому что мы там разворачивались, сворачивались, и все было по времени. Те бойцы, у которых я спросил, хочешь ли домой, или там вот так вот спросил, они сказали, нет, я здесь до конца. Когда приехали к арктилиристам, отдали им вот гуманитарную помощь, отдали сетки. А я вспомнила, что у нас есть аптечка, которую наша заботливая Нина Васильевна Кульга, она нам ее собрала. Я говорю, ребята, вы возьмете? Я спрашиваю у солдата. Они говорят, вы знаете, у нас все есть, но мы возьмем только потому, что это лаше. И Саша Попов бежит, приносит эту аптечку, мальчишки приносят, мы печенье в дорогу брали, там, чай, кофе, там. Вот как сказать так, чтобы люди поняли, что для них было просто важно. Вот каждый ангелочек, которого мы отдали, он память о родной земле, да. Каждая вот эта печенька, которая несет, потому что это привезли именно для них. И не надо говорить, очень много сейчас слов таких даже, где же государство, куда мы собираем гуманитарную помощь. Люди, мы матери, мы жены, мы даже их никого не знаем, но для них любой самый крохотный подарок, как с этой, с нашей земли мирный, он для них настолько дорог, потому что мы прислали это именно этому солдату. Мы о нем подумали, мы отдали с этим подарком частицу своей души. Вот это самое главное. Поэтому нельзя вообще даже об этом, грех об этом даже говорить. Как можно больше нужно туда всего, всего посылать родного, домашнего. Помните об этих ребятах. Помните о том, что они каждую секунду рискуют своей жизнью. Помните о том, что мы должны не просто их уважать, мы, это гордость нашей страны, это одни из самых лучших мужчин там, которые там сейчас, понимаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все это еще, наверное, осмысливали, что ли. Мы ехали вообще практически молча всю обратную дорогу. 16 часов, да, мы приехали в гостиницу после часу ночи, а утром нужно было уже ехать в следующее место, да. И вдруг идут все вот эти СМС-ки от ребят, идут первые видео, где мы там поем, идут вот самые дорогие слова, что они все действительно оценили наше мужество, я даже не боюсь этого слова, и что мы стали для них лучиком света в их суровых боевых буднях. Сначала, конечно, все это не верилось, что мы были там в поездке, там, когда на обратном пути домой. Потом приходит осознание, там, когда уже приехал, естественно, все это было. Вот. Как бы не заплакать, я пока не понимаю своих чувств, потому что такого я никогда не испытывала именно внутри меня. Когда одновременно и ты счастлива, и когда тебе страшно. Какой-то вот такой момент именно в отношении каких-то проблем у меня, наверное, поменялось, что, ну, правда, нет ничего страшнее войны. Вот, ну, нет ничего страшнее. И наши мелкие проблемы им там покажутся вообще просто ерундой. Ну, и, конечно, взгляд на настоящих мужчин. Вот, именно в этих условиях я увидела, что настоящие мужчины вот такие, и они существуют. Когда нам говорят, герои наши приехали, нет. Мы приехали, герои там остались. Вот они наши ребята. Вот такие же, понимаете? Они тоже герои. По-своему. Герои там и герои здесь. Но они у меня герои настоящие. Восхищаюсь ими не меньше, чем восхищаюсь теми ребятами, которые там. И вот только так, если мы будем уважать их и понимать, зачем они там, мы, каждый здесь, на мирной земле, жить с любовью, делать свою работу с любовью, друг к другу относиться с любовью, только тогда, наверное, мы станем настоящими людьми. И только тогда мир будет таким, каким он должен быть. Понимаете? Ну, скажу, что нас так или иначе эта поездка сблизила всех. Мы абсолютно все искренни. Все мы друг друга знаем. Хорошая команда, хорошие ребята. Прекрасно понимаем, что мы в одной упряжке и друг за другом всегда как бы стоим горой. Я надеюсь, что это не только мое такое мнение. Открылись. Да, мне кажется, я всегда их такими знала, ответственными, готовыми помочь. Я счастлива, что я с ними, с ними поехала. Я прям горжусь всеми этими людьми. Эта ситуация, она, наверное, равняет всех в плане вот одного духа. И вот мы все были одного духа. И я очень рад, что и благодарен с вами, Евгений, что она предоставила нам такую возможность выступить, поддержать и как-то присоединиться в этом во всем, поучаствовать, поддержать и сделать это дело. Волнение было за них. Спасибо, Господи, всех. Оно всегда теперь есть и будет. Вот. И такое серьезное переживание за себя, чтобы я не успокоилась, когда я приеду домой. Потому что я это чувствую. когда ты там находишься, ты совсем по-другому живешь. Там включаются другие, другие ритмы, другие режимы, другие ощущения всего и жизни. Они научили меня жить. они напомнили, что это такое, что день нельзя растягивать. Я сегодня столько сделала. Я сделала сегодня то, что я откладывала много лет. И обратно ты понимаешь, что тебе недопустимо просто приехать домой, и начнутся дела, и это все, это психология человеческая. Но забыть, расслабиться нельзя. Нельзя. Надо поддерживать своих. Мы, своих, жених, жених. Всех ребят я вроде бы не просто знаю, я их всех люблю, чувствую каждого сердцем. И ни на йоту не сомневалась, что вот именно они должны были первый раз поехать. но даже я была поражена, просто поражена вообще отношением к происходящему каждого из них. Каждого. Во-первых, Даша наша, которая из ложечки только не кормила и не проверяла, и не заботилась, все ли что-то съели, у всех ли все есть. Ну, я не знаю. Даша просто счастливый будет человек, чьей женой станет Даша. ну, Катя со своей там улыбкой обезоруживающей, с постоянным звенящим, как колокольчик смехом, она, ну, правда, так вот сразу встрепенешься и улыбаешься, когда на нее смотришь. Саша Попов, кроме моего восхищения, вот, безграничного его мужественностью, я знаю, как ему, наверное, было с его проблемами, немножко со здоровьем. Он просто все делал наравне со всеми, все, и, наверное, даже ему было больно, но он улыбался, он пел, он всю свою энергетику, какую он всегда отдает, вот, он там отдавал просто полностью. Ваня Спицын, его песня, она просто зашла всем вообще там про разведчиков, которые он сам написал, все его руковые композиции. Дима Федянин, ну, мы его так и назвали наш Магомаев, потому что, действительно, вот такой стоит серьезный, все песни у него серьезные, он так нас сразу как-то строил по-своему, давал нам какое-то вот не расслабляться, что ли. Вот он для меня тоже стал вот таким открытием, но настоящим открытием для меня стал Кирилл Линки, наш звукорежиссер. Очень многое зависело от звука, понимаете, мы же все-таки выездная аппаратура, открытое пространство, лес, там, поле, но настолько он все-таки чувствовал каждого артиста, где прибавить, где убавить, где как, но самое главное, у нас же просто некому было снимать, на камеру. И Кирилл у нас выполнял две работы. Пулей бежит, настроит, запоет Ваня, Кирилл настроил, бежит, берет в руки камеру, то есть все исторические фото. Это делал практически Кирилл, ну и Виталий Юрьевич, Зимаков, он начинал с этого. Так что, ребята, каждый работал здесь не только артистом, звукорежиссером и директором, а все мы были игрушщиками, и заботливыми сестрами, и матерями, и настоящими мужчинами, как наши мальчишки. То есть все сошлось, в этих людях сошлось все. Получился у нас настоящий, наша фронтовая бригада, настоящий, и по духу, и по профессионализму, и по отношению к жизни, и по отношению к той ситуации, которая сейчас происходит, все сошлось, поэтому такой результат получился. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок